Две тысячи запорожцев с граблями в руках встали на защиту природы. Экологический десант прочесал набережную и укромные уголки Хортицкого заповедника. Искали пакеты, пластиковые бутылки и прочие сомнительные артефакты. Добрались даже до речного дна. Водолазы чистили плавневые протоки и удивляли находками. После большой уборки в Днепр поселили новых обитателей. Кто теперь живет в реке, знает Полина Спасенко. Мы отправились в небольшой речной круиз. За бортом прекрасная погода, солнечная, немного прохладная. По мнению экологов, это идеальное время для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Днепре. Сейчас посмотрим, как волонтеры готовятся встречать новых речных жителей и пообщаемся с водолазами. Прежде чем рыбы отпразднуют новоселье, дайверам предстоит хорошенько потрудиться. Говорят, на дне Днепра можно обнаружить много неожиданного. Вон какие-то тормозные колодки, унитазы, ну все такое, как обычно. Вот куски сетей, ну а там посмотрим дальше, детские ванночки, все шугут. Наиболее опасен будет то, что достают подводники, это обрывки сетей. Потому что в них запутывается, гибнет не только рыба, но и птицы. То есть в этом году у нас было несколько случаев, когда чайки, охотясь за рыбой, попадали в сети, запутывались. Акция по спасению природы развернулась не только на воде. На берегу волонтеры складируют трофеи, найденные в Хортицких чащах. Последний субботник в этих краях был 20 лет назад, говорят организаторы. Добраться до плавневой части заповедника не так-то просто. Те, с чем мы сьогодні працювали, это смятя, которое не приносится специально. Это смятя, которое выносится течею. Можливо, оно даже не из Запорожья. Найбільшая проблема – это петтара. Петтара, которая засмечивает Днепро, но возможно с этим бороться. Но для этого, кроме понимания общественности, нужны еще очень серьезные законодательные инициативы, без которых неможливо сражать эту проблему. А пока сотрудники запорожских предприятий ради благородного дела готовы жертвовать выходными. Руководители заводов оставили дома официальные костюмы и тоже вооружились граблями. Акция «Спасеб Днепрмести» – это инициатива городских общественных организаций, которую с удовольствием поддержал комбинат «Запорожсталь». Причем поддержали мы не только финансово, а поддержали самое важное – людьми. Это масштабная акция по тому, чтобы еще чуть-чуть навести порядок в нашем городе. Будет предоставлена машина для вывоза твердых бытовых отходов, которые здесь будут накоплены. Здесь предоставлены точки для подключения электроснабжения, ну и ряд других мероприятий и функций, которые непосредственно выполняют наши коммунальные службы. После большой уборки в реку выпускают новых жителей. Акватория Днепра пополнилась 20 тысячами толстолобиков. «Данный вид рыбы является биологическим миллиоратором, фактически санитар водоема. Поэтому данное зарыбление поможет сделать наш Днепр чище». За день грандиозной уборки собрали 18 тонн мусора. Организаторы уверяют – эта акция не последняя. В следующем году надеются привлечь к участию еще больше людей. Убеждены – чистота родного города касается каждого запорожца.